Люберцы территория спорта. В День Победы от этого принципа отходить не стали. В округе состоялся легкоатлетический забег. Принять в нем участие могли все желающие. Предстояло преодолеть большую дистанцию от Дворца Спорта Триумф по Октябрьскому проспекту до Мемориала Вечный Огонь. Давайте посмотрим, как это было. 73 года отделяют нас от победы. Партия «Единая Россия» проводит с 5 мая пробег в честь этой замечательной даты. «Километр» — это год. Наверное, кому-то трудно и километр пробежать, но когда ты помнишь о том, а что было сделано за каждый год, за каждый день, за каждую минуту во время войны, наверное, это придает новые силы. Я хочу пожелать участникам пробега, которые сегодня стартуют здесь, на Эльберетской земле, целеустремленно идти к финишу, к победе. Нам нужна одна победа. Удачного вам пробега! Очень хотим занять одних из первых мест. Вообще очень рады, что проводятся такие соревнования среди всех школ, много народу. Очень весело будет. Здесь некоторые на результат бегают, а некоторые просто так. Мы хотим выложиться на все 100%. Хотим поздравить всех с 9 мая. С праздником вас все ветераны, бабушки, дедушки. Праздничное настроение, конечно. Ну и путь вперед, вперед, вперед. И шагу назад, как говорится. Честно говоря, я очень давно не бегала, но раньше занималась в спортивной школе. Сегодня очень хороший день. Самый важный, я считаю, вообще в году из всех праздников. От всего коллектива Жилищного Треста поздравляем ветеранов с их днем здоровья и благополучия, чтобы не было войны. Всем желаем отличного здоровья, бодрого настроения, веселья в душе и радости. Вот это чувство благодарности, оно никогда, конечно, не сотрется с нашей памяти. И вот эти потери, и это все. Очень тяжело это переживать. Спасибо всем. Всем мира, добра, здоровья. За мирное небо над головой, да. Если бы не они, не было бы преследовательских поколений. Мы это помним и будем стараться передавать поколениям, детям в своем будущем. Старт легкоатлетическому забегу дает глава городского округа Люберцы Владимир Петрович Ружицкий и депутат Государственной Думы Лидия Николаевна Антонова. Ну что, старт легкоатлетическому забегу Кубок Победы Дан. Сегодня в нем принимает участие ровно 1418 человек. И побегут они 1418 метров. Ведь именно столько дней длилась Великая Отечественная война. Мы видим, что участники легкоатлетического забега уже приближаются к финишу. Напомню, он расположен недалеко от Вечного огня. Совсем скоро мы узнаем имя победителя, которому удалось преодолеть дистанцию в 1418 метров. Это традиция для меня. Каждый год в честь 9 мая, в честь этого праздника пробежать пробег. Тем самым отдать честь упавшим, погибшим солдатам. Хочется посвятить эту победу тем героям, которые сражались за нас. Благодаря кому мы сейчас находимся здесь, можем пробежать. Всем привет! Я Луиза. Вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и комментируйте. И вы будете в курсе самых интересных событий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!